добрый вечер собираемся на наш прямой эфир сегодня с вами доктор ольга кучеренко ожидаем начала моего трудового дня я вам буду благодарна если вы напишите плюсики или напишите слышно видно и мы начнем наш прямой эфир эфир будет необычный он будет юмористический поэтому рекомендую всем включить чувство юмора подыграть и дать обратную связь в общем послышно видно и тогда погнали наши городские на машут ручками значит в общем-то эффект произведен хотелось удивить я вижу что видимо получилось ребята ну должна честно сказать как врач и как невротик тревожно-умнительный человек в прошлом каждый невротик рано или поздно попадая в свой невроз встретиться с придурковатым врачом который ему поможет качественно и мощно войти в его невроз и и благодаря вот таким неправильным словам врача поможет тревожиться о здоровье еще больше чем до посещения этого доктора как бы это не было обидно к сожалению мы начинаем забывать слова других докторов приклеиваемся именно к словам какого-то определенного доктора маска падает боюсь заразиться от вас столько человек уже в прямом эфире стрёмно тревожно поэтому тема сегодняшнего прямого эфира ятрогения или вредные слова врачей которые помогают учиться человеку прикрепиться к его тревожному расстройству поверить поверить в те убеждения которые возможно и создавали тревогу и я думаю что эта тема вам близка поэтому давайте кто сейчас из моих подписчиков готов выйти в прямой эфир поддержать меня обсудить эту тему присылайте свои анализы и мы потихоньку будем начинать кто у нас тут готов обсудить свой случай может быть изучить ну вот давайте пожалуйста пока мы ждем желаю желающих сейчас я пока господи господи сейчас секундочку перчатки одену а что я перчатки одела я же сегодня не в фрактологии ладно вечно забываю здравствуйте голубчик а нас точно никто здесь не увидит мы с вами вдвоем здесь ой точно никто вы не волнуйтесь конфиденциальность полная я вы еще сто человек не не только я и вы никто не увидит нет можете быть абсолютно откровенны ну вы меня прям чуть-чуть успокоили прям чуть-чуть чуть-чуть да доктор а чего в маске то нас точно никто не видит так а я в маске да а это а мы что онлайн знаете безопасность превыше всего да никто не увидит можем снимать погнали доктор а мы точно вдвоем здесь да точно точно господи так погнали никто не увидит мы точно вдвоем собираемся и давайте обсуждать вашу проблему доктор но насколько я помню за каждый сеанс стоит 300 евро или долларов у меня сегодня и доллар и евро вы все возьмете у меня все давайте все передавайте сюда давайте все возьму слушайте а мне кажется что ваша паранойя не закончилась мне кажется какой то вы все равно подозрительно видать пилюльки прошлые не сильно пошли вам на пользу доктор знаете я сегодня с другим вопросом вам пришел вообще-то давайте да доктор я начитался по гуглу и яндексу диагнозов и при том вас получить все таки альтернативное какое-то мнение не но вы конечно голубчик боже как я люблю когда вы начитаетесь гуглов и яндексов и начитаете накалидуете себя диагнозом господи может передавайте свои доллары и евро господи а и голубчик вы мой что вы начитали что сегодня доктор пусть живет гугл и яндекс пожизненно боже да и бог здоровья ага доктор но у меня сегодня вы понимаете что у меня болит все абсолютно все все болит все слушайте ну я не хочу вас конечно расстраивать но судя по вашему вот это внешнему виду мне кажется что на все у вас денег точно не хватит давайте определяться ой доктор вы как всегда в своем рептуаре короче я вам тут высылал анализы вот вам банк мотива ссылал вы мне пожалуйста банку верните только а то мама переззывает да 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 это ваша да а сейчас думаю кто это мне такую банку не подписали главное переслали доктор но вы банку не забудьте вернуть мама сказала чтобы вы банку вернули обязательно слушайте но вы такую банку вы еще мешок поймете доктор я как знал я все приготовил вот держите вам пожалуйста давайте когда вы сделаете анализ это все таки как это как только так сразу сейчас загуглим проверим и пришлем так с чем обратился давайте ну давайте поконкретнее что вокруг да около давайте я вас очень прошу конкретно конкретно вы сказали выслать вам анализы я вот вам выслал сейчас вы это онлайн получили получила 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 подождите так смотрю подождите что вы меня торопите вот это нервы мне делают с утра придут и нервы делают за свои деньги странный какой-то доктор подождите хорошо так хорошо и это хорошо и это хорошо что у меня все хорошо что у меня этого всего нету доктор но знаете я хочу вам сказать одну вещь очень хорошую прошлый раз когда вы мне дали таблетку от панофа она меня так спасла так помогла вообще очень классно вы знаете я должна признать свою ошибку мне очень неловко но я перепутала я поняла что это были вы но я не могла вам дозвониться да я вам дала вместо противодиарейного противопоносного успокоительное и признаю свою ошибку оттуда я думал и дупо от вас по коридору таблетку выпил тихнул обострался и мне абсолютно было все равно я так был успокоен такая хорошая таблетка ну как хорошо ой слушайте ну чтобы исправить свою ошибку я на будущее вас за счет поноса ж будут ну вы же понимаете да как-то честное имя доктора хочется сберечь на будущее я вам дам старый дедовский способ чтобы как-то на будущее помогло вам доктор подождите я тогда все запишу вы только не торопитесь пожалуйста потому что я буду записывать за вами пишите пишите понос при поносе начинаете искать дома банки ой доктор очень быстро я не успеваю только не такие не такие такие банки не подойдут при поносе такие банки не подходят это если мочу собирать ищите медицинские банки медицинские и одеваете их на спину и стоит поможет ну нет конечно ну поверьте про понос вы забудете надолго отвлечет согревающей терапией спины надолго не благодарите а вы вообще уверены ваша терапия мне поможет ой слушайте да хрен его знает мне это самой интересно понимаете сейчас я загуглю подождите доктор а может я тогда сам загуглю а не за 300 долларов загуглю вот я вас очень прошу не заниматься самолечением давайте я вот это вот загуглю так давайте конкретно вот конкретно что вас ко мне привело доктор ну у меня как вы помните еще болит желудок я когда сейчас пролетюся у вас мне мясо можно будет потом боже сколько говорить какое мясо ну хотя бы в будущем ну очень хочется мяса я уже полгода не ем мясо очень хочется какое будущее боже ну какое будущее а с вами так не это доктор а что вы опять оделись вообще за шедевр такой вот на экране ну потому что у меня очень сокровенный вопрос сейчас слушаем мы здесь одни вот должен вам в чем то вот кое в чем признаться вот знаете я сегодня понял что пятьюдесятью двумя женщинами которые у меня были отношения так и не сложились а моя мама сказала чтобы я вам сказал что меня всю жизнь окружают ужасные женщины как уж это ваша мама вы знаете после того как на каждом сеансе сидела ваша мама и сидела и говорила и тараторила я вам должна сказать что у вас эдипов комплекс а мне мама так и сказала с утра что это доктор что тебе будет говорить про какие-то эдиповые смыдиповые комплексы для ее нафиг прям далеко далеко самое главное чтобы мамочку любил а я мамочку люблю а вы больше слушайте свою маму и вообще никогда никого не встретите будьте вечно одиноким нет я буду слушать вас потому что просто рад когда вы мне насоветовали такого и я по вашему совету подсел к девушке и хотел познакомиться она знаете как заорет убирайтесь отсюда это женский туалет знаете вы после таких хреновый доктор советов то вообще боже ну что ж то вы все переиначиваете переиначиваете что ж вы в женские туалеты ломитесь господи вечно со своей мамой только по туалетам ходите понимаете тут уже не можете мужское от женского отличить ну давайте поконкретнее ну вот поконкретнее вы что пришли у меня прием понимаете у меня люди ваши 300 долларов уже давно закончились доктор но знаете у меня вообще какие то вот ноисии боли вот ноисии вот головные вот такие вот головные ноисии постоянные ноисии боли а скажите а вы прибухиваете нет стопы ни разу в жизни даже сампанское напуткное не пил никогда ну хоть курите нет даже не пробовал я никогда даже электронную сигарету в руки в жизни не брал слушайте ну что вы хотите вы же сами себе навредили понимаете ну то он доктор это просто ваш ним немножко стягивает башку ну и все остальные мозговые структуры доктор хатват что то пахнет водкой вы там случайно сама не припухиваете то что то мне кажется все время вы какая то помятый на сеансах не сейчас с вами знаете не прибухнешь слушайте как говорила моя учитель джудит бек она мне говорила у каждого человека должно быть свое хобби вот у меня я у меня я бабочек бальзамирую доктор ну все таки вы получили сейчас отведя 300 евро может быть вы меня хотя бы чуть-чуть послушаете а у меня сильный-тильный кафель вообще я вас уже 15 минут слушаю мне уже самой к доктору надо ну хорошо скажите вам лет-то сколько 70 ой ё-моё хорошо давайте так анамнез собираем в 40 лет вы кашляли? нет в 50 кашляли? нет слушайте ну вот вот серьезно голубчик а когда вам остыщу тогда покашлять а как не сейчас доктор ну нет очень плохо ну может вы меня все таки послушайте хотя бы все таки придется сегодня поработать япона мать ай господи ой давайте прикладывайте больные места ой мамочки мамочки-то ай дышите не дышите дышите не дышите да сосок ваш волосатый мы все увидели так ну что я могу сказать чувствую инфаркт миокарда через экран 100% значит онкология всех органов ну как минимум как минимум вместе с инсультом левого уха ну и понятно осложненный перелом правой пятки ну как минимум слушайте какой-то странный у вас диагноз вот прям странный я таких диагнозов до адмирада не слышал слушайте ну вы вообще офигели я вообще-то доктор наук профессор вы доктор наук ну непонятно и что-то вы не очень похожи на доктора наук слушайте так я сельскохозяйственный вы такой захреновый доктор тогда как и мой прошлый потому что вот знаете я когда задаю вопрос он не может мне нормально ответить я вот смотрите перед тем как пить таблетки я всегда их рассматриваю читаю инструкции и все поэтому зачем вот вы как доктор наук-то сельскохозяйственных вы вообще знаете литьевого таблетки посередине вот эта половка есть не ну я знала что вы с приветом ну что с таким нет конечно не знаю а зачем доктор ну вы вообще вот вы заканчиваете там эти институты я сам додумался это для тех кто отказывается пить таблетки их вставляет в зубу и закручивают отверткой ой мама родная господи сейчас секундочку поехали дальше да тяжелый клиентский случай но мы держимся доктор но все таки вы мне когда-нибудь лить-то начнете вы берете по 300 евро за сеанс у меня в тиране вот голова начинает болеть вообще есть какие-то у вас методы чтобы помочь вот в этой ситуации слушайте ну вы вот реально все обесцениваете вот все делите на ноль вот ну конечно есть у меня есть целых два метода вам какой помягче или пожестче доктор ну вы же знаете у меня панические атаки генезонная тревога паническое расстройство ОКР вы меня все умеете мне поэтому надо чтобы не совсем было все плохо мне надо помягче помягче сейчас помягче сразу сейчас подождите подождите что вы все вот наваливаете наваливаете вот это на меня вот это наваливаете сейчас подождите сейчас вам все дам значит у вас дома горчичник есть? есть от бабушки остались и у нас есть горчичник приклеиваете его к ягодичной ягодичной мышце в народе в народе столь к зопе у меня голова болит вы меня слышите? я вам специально деньги за это платю затем мне горчичник зопе слушайте ну я про это и говорю вам что понимаете вы народные методы вообще знаете? что когда жопа болит голове легче я же вам на вашем языке это и объясняю но блин все таки не совсем я понимаю я затревозный давайте тогда вот второй метод второй который вы сказали менее такой более эффективный давайте тогда говорите я буду записывать пишите скажите пожалуйста есть ли дома у вас сухая горчица? это очень важно есть мы ей посуду моем и потому что в нашей семье за все натуральное мы не пользуем никакие ни ферри ни темы только горчицы моем знаете как у вас натуральное мы видели в вашей семье там все натуральное конечно не ну не до такой же степени ну знаете у вас же сравнится конечно ну куда деваться давайте короче говорите хоть что-то я за 300 долларов получу слушайте у вас трусы ладно все натуральное трусы натуральные дома есть? носите трусы? или тоже натурально без трусов? давайте рецепт диктуйте вот вам все надо знать слушайте ну берете трусы натуральные засыпаете туда горчицу натуральную а? хлопковые хлопковые трусы хлопковые да там в принципе по ходу самого лечения вы поймете что это не важно просто трусы туда сыпьте горчицу трусы? ну да угу вы с вами все уме? сыпьте горчицу ну так 3-4 столовых ложки и ходите так 3 дня подавите 3 3 дня горчицы доктор вы по-моему из ума вызвали не 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 слушайте ну первое вы же хотели забыть о головной боли вы о ней забудете надолго а если вы еще расскажете своей супруге о том что у вас что-то чешется в паху то головная боль вас больше никогда беспокоить не будет она вам свернет голову на бок и собственно проблема решится сама собой ну я предупреждала метод жесткий ой знаете вы конечно какой-то стремный доктор но попробую вам все-таки довериться потому что в нас и деревне а у вас ходят очень хорошие отзывы как о лучшем ветеринарии на районе ой то что так ну знаете я вот тут недавно еще был у кардиолога и знаете он меня отлутал там водил поэтому я видела вашу электрокардиограмму да 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 и он сказал у меня какие-то непонятные то ли по-моему экстра сиськи да экстра сиськи у меня какие-то есть господи ну что вы такой не образованный господи какие же экстра сиськи то а это экстра систо вы ну ну как-то можно почитать вы же google вам в помощь господи вы же брат мой брат гуглу а короче экстра систо вы нет экстра сиськи экстра сиськи экстра письки я короче не разобрался но я очень от них боюсь умереть вот прям очень такой вот тревожный слушайте давайте мне вас надо еще раз послушать тут бог его знает понимаете что тут, упс, ага, не, ну, серьезный случай, конечно, серьезный клинический случай, значит, ну, что я вам скажу, голубчик, неполная блокада левой ножки пучка ГИСа, справа непонятно пока, ну, тяжелый вариант, тяжелый, понимаете, тяжелый, честно говоря, я должна вам сказать, идите домой, идите домой, ложитесь спать, и постарайтесь во сне умереть, вариантов нет. Знаете, я лучше от другого какого-то доктора поищу, у вас есть еще в поликлинике какие-то доктора, которые хотя бы таблетки какие-то выпишут? Слушайте, вот честно, вот честно, мне так не нравится, когда вы меня обесцениваете, мою сельскохозяйственную докторантуру, я, знаете, вылечила всех коров и свиней в нашем селе, поэтому таблеточки, пилюлечки, у нас тоже, вы хотите пилюрками лечить? Так вот, найдите вам мои пилюнки, вот, пожалуйста, берите мою банку, берите вот, и пейте вот эти пилюнки, смешайте одно с другим, и все вам, будет вам счастье. Сейчас. Да. А я не вижу ничего, что вы там смешиваете? Так, не занимайтесь самолечением, я вас очень прошу, опустите камеру, чтобы я все наблюдала. Доктор, а вы точно уверены, что это так должно все выглядеть? Ё-моё. Слушайте, а вам и не угодишь, да? Я вам до этого предлагала действенный способ, прийти домой, лечь и умереть. Нет, вечно ему все не так, понимаешь? Ой, Бали. Ну ладно, раз умирать, давайте конкретнее, давайте конкретнее, господи, что вас беспокоит? У меня еще сегодня, помимо вас, еще 15 пациентов, а? Ну давайте, ну, голубчик, ну, родной мой, ну, 300 баксов в кармане, давайте закругляемся, а? Короте, ну, раз перед смертью, тогда мне надо вам коить вам признаться. Но я правда не знаю, как вам это сказать. Ну так и говорите, как есть, что же делать? Меня в последнее время все почему-то ненавидят. Серьезно? А что ж такое, почему так? Я, короче, не знаю, но, может, ты мне подскажешь старая, дряблая, лысая скотина? Слушайте, ну, честно, с научной точки зрения я бы опровергла эту гипотезу и сказала, что с точки зрения КПТ вы слишком сверхобобщаете все, катастрофизируете и много оценочного суждения. Я бы конкретизировала и сказала, что вас ненавидят ровно те, кто вас знают. Ну, в том числе и я. Доктор, слушайте, вы безумная, конечно, но я все равно когда-нибудь вылечусь, вы мне скажите. Боже, мама родная, мама дорогая, мама дорогая, подождите. Вот, ой, господи, я сейчас корвалодчика себе накапаю, такой вот дерганый, мать-ти-ти-ти, господи. Такой сегодня прием. Ну, я вам так скажу, вот не накручивайте, не нагнетайте, понимаете, нагнетайте, нагнетайте. Вот я вам скажу так, если я вас вылечу, то я стану очень знаменитой. По-моему, я за время консультации начинаю еще больше нервничать, вы это понимаете или нет? Вот вы, вы все меня слышите, нет, я, по-моему, от вас из слов сейчас еще больше начну нервничать. Я к вам пришел с одним, уйду, по-моему, с третьим. Не, он нервничает, вы не слышали вообще? Вы вообще слышали все, он нервничает, да? Он нервничает. А вы вообще знаете, как я реагирую на живых людей? Я вообще в прошлом патологоанатом. Я вообще на таком нервике сейчас. Доктор, знаете, тетя, я уже захожу к вам на терапию пять лет, а вот у вас сын, хороший психотерапевт, он вылетел моего сатерда Семена Абрамовича, всего за две сессии. А вы, Семена Абрамовича, летели 25 лет. Может быть, не все-таки взять сессию у вас его сына один раз? Сейчас, подождите, это надо, сейчас. Боже вас упаси, боже вас упаси. Ой, я вам должна сказать, вырастила придурка, ну что делать? Ну что делать, понимаете? Когда он мне сказал, что он вылечил Семена Абрамовича, всего-то за две сессии, господи. Я убивалась еще полгода. Вам, голубчик, ко мне ходить еще лет 20, если вы выживете, выдержите мое лечение. Какой мой сын? Какой Семен Абрамович? Забудьте об этом. Я этому недоумку говорю, куда ж ты вылечил этого Семена Абрамовича? Мы за деньги Семена Абрамовича тебя, недоумка, выучили. Брата твоего выучили, всех соседей выучили. Квартиру купили, машину купили, а он возьми и вылечит. Я вот теперь, понимаете, вас окучиваю, окучиваю, поэтому, вот честно, ну вот оно вам надо. Доктор, ну, знаете, да, кто-то есть в ваших словах, я, конечно, подумаю над этим. Но меня почему-то все равно во время консультации все стало больше стырить и колбасить, стырить и колбасить. Вы это понимаете, нет или нет? Слушайте, я вот, вы знаете, вот я вас очень прошу, вот сейчас, вы знаете, мне уже самой дурно становится. Слушайте, возьмите себя в руки, вот, пожалуйста, вот возьмите себя в свои руки. У вас руки есть? Ой, знаете, я вот этот совет, у вас 25 лет слушаю. Возьмите себя в руки, я беру, мне не помогает. Вы это понимаете, мне не помогает. Хорошо, вы не без ноги. Ноги есть? Есть. Возьмите себя в ноги. Слушайте, идите нахрен, пальцем со своими советами, понятно? Слушайте, вот честно, я там бываю по 25 раз на день благодаря своим пациентам в течение дня. Поэтому, вот давайте вы меня туда не посылайте, хорошо? Знаете, я вот сейчас от вас офигеваю, вот полностью связу, я офигеваю, я вообще не понимаю. Вы тихто будете врать от Бога, врать, ну, Богом, или врать, не дай Бог. Знаете, я во все воротень и докторов во все недолюбливаю. Видите, разденете, полозите, трогаете за все места, а потом стоите, руки после этого намываете, как после вста бродятева. Ну вот нафиг, доктор. Слушайте, вы что от меня хотите-то, а? Господи, у вас уже время вышло, сеанс закончился. Что вам надо? А, скажите, вы уже как-то конкретизируете, что надо, а? Доктор, знаете, что, я не могу никак сходить в туалет. Вот никак не могу сходить в туалет. Офигеть, кричали люди, понимаете. Он не может сходить в туалет. Сходите в театр, я не знаю, на выставку, в торговый центр. Господи, главное же оптимизм. Нет, он привязался к этому туалету. Доктор, но у меня еще есть СРК. Записывайте, это синдром раздрозонного кисетника. Это новый диагноз такой? Подождите, мне надо записать, да. Пишу. Да, 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 да я знала, знала раньше. Хорошо, да, отлично. Я собираюсь, смотрите, когда на работу, и меня тут затянет в туалет. И я так боюсь все время опоздать на работу. Вот, я поэтому и боюсь опоздать. Поэтому то, что мне надо в туалет сходить, а поэтому и нервничаю, что я не вовремя приду на работу. Вы знаете, это сложный клинический случай. Я поделюсь с вами опытом, потому что вы мой постоянный клиент. Я вам только одно скажу из практики, что лучше сходить в туалет дома и опоздать, чем все-таки приехать вовремя на работу и обосраться. Ой, это какая-то странная. Вы меня вообще не слышите? Ну ладно. Ну, смотрите, давайте про тему тогда вот здесь продолжим. Пожалуйста, скажите. Вот вы мне прошлый раз... Вы опять со своим СРК, да, вот это вот 20 лет гоняете вот эту заезженную пластинку, и все, погнали на наших городских, да, опять туда же. У меня теперь не СРК, послушайте, вы меня вообще не слышите, я к вам ходу, ходу, а вы вообще меня не хотите слышать. Вот вы мне прошлый раз дали успокоительные светы от СРК. Вот да, дала, и что? Дала, дала, да, дала, прописала. Да у меня после них и зога, вы это понимаете? У меня после этих светей и зога. Полностью. Какая и зога? Вы что, одурели? Вы что, их едите? Вы что, с ума сошли? А я что, по вашему их задницу, что ли, должен был славать? Ё-моё! Вот это да, вот это, конечно, так мы еще не лечились. Ну, хорошо. Ну, давайте дальше. Все-таки, какие жалобы? Чё, 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 как бы, да, едем? Но, самое главное, все равно, чё-то не так. Вот вы понимаете? Чё-то не так. Вот, понимаете? Вот, вот, смотрите. Вот, после вас их таблеток. Вот, видите? Чё-то не так у меня. Вот, видите? Слушайте, ну, это обычный геморрой. Из чего вы паритесь? Это нормально, ничего страшного. Не надо волноваться. Оно само проходит. Лечение не надо. Доктор, как геморрой? На лице, что ли? Вот это геморрой на лице? Ухё, красотет! Твою ж мать! А это лицо, да? Простите, простите. Я вас очень прошу, простите. Знаете, у меня после таких лов во все сомнения. Потому что я был у нескольких вратей, и все враты с вашими диагнозами ни один не соглашаются. Вот ни один не согласился. Слушайте, ну вот честно, вот честно, я научный сотрудник. Я с учёной степенью, вы это сами знаете. Вскрытие покажет, кто из нас был прав. Вот давайте не будем сейчас преждевременно и раздавать какие-то оценочные суждения. Соберитесь. Доктор. Ну, тогда уже полчаса позвольте мне ещё чуть-чуть вас задержать, потому что у меня тогда последний вопрос, потому что я вообще уже сомневаюсь и всё. И мне лучше обратиться, наверное, к гуглу, чем к вам. Поэтому скажите, у меня в последнее время постоянно заложен нос. И вообще мне не хочется зыть. Хоть весайся. Понимаете меня? Ёлки-маталки, мать моя женщина. Голубчик, вот честно, вот просто отстаньте от меня, вот честно. У него нос заложен. Слышь, у меня квартира заложена, машина заложена, дача заложена, а он тут со своими соплями придолбался. Вообще собери свои сопли и иди работай. Вешаться он собрался, мурлок. Знаете что, я, пожалуй, поищу другого доктора, потому что таких докторов надо избегать. Ой, Господи, идите с Богом. Я вам даже деньги назад верну. Так, смываем, выходим из образа. Я надеюсь, кому-то отрефлексировало, потому что на пути своего тревожного расстройства мы готовы прийти к врачу и готовы вырвать из контекста те слова, которые нас очень сильно... Да, и вот этот поцелуй на щеке тоже лучше смыть. Монобровь ушла. Я надеюсь, что вы услышали в наших словах долю того, что не стоит всему верить. С одной стороны, врачам. Врачи — это тоже живые люди, и пусть простят меня мои коллеги, но врачи тоже тревожно-мнительные, и важно понимать, что за каждым белым халатом стоит живой человек. Он тоже может быть тревожным, он тоже может катастрофизатором быть. Выбирать худший сценарий, и важно понимать, как мы на это все реагируем сами. И хотел бы обратиться тоже к подписчикам. Поймите одно, если вам поставили уже диагноз, и вы с ним не согласны, но получите вы, пожалуйста, второе мнение. Но если второе мнение совпадает с первым, умеете остановиться, прекращайте все-таки ходить третий, пятый, десятый, двадцатый раз по одним и тем же докторам. Да, и хочется сказать такую немножко философскую, возможную вещь. Так я после шапочки давно не носила, скажу честно, медицинские шапки. Ольга Валентин, моя лысина обнажилась после, знаете, как шапочки для плавания. Не, ну не без того. Пропотели, значит, да, сотку проработали, да, шапочка для плавания офигенная, супер. Но хочется сказать одну вещь, что мы часто увлекаемся ипохондрией, помню по себе, я думаю, Виталий, ты тоже знаешь, да, как это бывает. Где-то кольнуло, щипнуло, мы начинаем относиться к себе как хрустальные вази, а иногда не стоит. И часто, вот если представить, что наше, часто уделяем внимание не тому, что нужно. Мы часто за шелухой не видим ядер, да, не видим самое ценное. И вот если представить, что наша жизнь это такая банка, в которую мы складываем камни, крупные камни, вместе с камнями наполнив эту банку, вроде бы жизнь полна. Если добавить, кажется, что больше места нет, но если насыпать в эту банку с камнями еще гороха, то еще и горох поместится. А если насыпать к этому гороху еще и песка, то поместится и песок. А если еще сверху залить водой, то все уместится и всему хватит места, пространства, времени и здесь и сейчас, скажем так. Поэтому очень важно понимать, если представить, что камни это что-то очень-очень важное для нас. Это здоровье, это семья, это наши дети, это наши родители, это наши близкие, это наши друзья. Если представить, что горох это такие вещи, которые нас окружают, это наша машина, это наш дом, крыша над головой, и представить, что песок это те мелочи, которыми мы наполняем нашу жизнь, и в целом наша банка жизни, наш сосуд жизни, он наполнен. И если подумать, что мы часто путаем, одно заменяем другим, если насыпать в эту банку мелочи, суетиться по тому, чего нет, переживать о том, чего нет в нашей жизни, непохондрия, страх за здоровье, то не останется просто места в пространстве для более важных ценностей. Поэтому жизнь, она как раз таки в том, чтобы жить, а не в том, чтобы, вернее, жизнь, она как раз таки не в том, чтобы просто жить, она в том, чтобы чувствовать. И вот я хочу вам пожелать, чтобы вы чувствовали качественную жизнь. Если вам что-то не нравится, обращайтесь к специалистам, не занимайтесь самолечением, не занимайтесь забегом по врачам в поиске несуществующего диагноза. Невозможно не найти болезнь. Но несуществующую болезнь невозможно найти и тем более невозможно вылечить. Оль, и тут уже повторят подписчики, что это звучит как тост. И некоторые предлагают выпить. Конечно, эх, под рукой нет стакана, не было у меня воды по сценарию, но я с вами. Я выпью вот этой жидкости, которая на самом деле должна была пойти пеной, но что-то пошло не так. Увы, а? Тренируем принятие. Да, то есть вот так. Поэтому, друзья, так как мы с Ольгой являемся адептами КПТ, мы вас просим все-таки опираться на логику, на факты и на здравый смысл. Потому что, ну, не верьте в невероятное, игнорируя очевидное. О, спасибо. Ребят, мне даже принесли воды, видите, как работает. А в Останкино все, Оля, за наш эфир. Да. Да. То есть, в Останкино все работает, как вы видите, у нас все хорошо, оборудование, да. Что в той банке, мы тоже расскажем. Поэтому мы предлагаем вам не верьте в невероятное, игнорируя именно очевидное. Возвращайтесь здесь сейчас, не живите в будущем. И помните, что именно мы проводим для того юмористические эфиры. Потому что юмор, Оль, согласны ты или нет, это именно тот клей, который поможет соединить нам невроз и реальный мир. Он станет неким мостиком, проводником. Поэтому мы постарались, конечно, вам показать, а как это бывает. Иногда действительно. Да. Согласна с каждым словом. Потому что может быть этот эфир, я надеюсь, хотя бы одному будет полезен, а может быть нескольким, кто поймет, что придя к врачу можно услышать разные вещи. И не всегда эти вещи стоит примерять на себя. Потому что не всегда это садится на вас. Иногда бывают врачи, занятые своим маникюром. Врачи тоже люди, врачи тоже со своими искажениями, со своими странностями. И поэтому стоит, конечно, понимать, что если не нашли страшную болезнь, а это всего лишь неполная блокада правой ножки пучка ГИСа, это мелочи жизни. И с этим можно жить. И вы, в принципе, жили и до этого. Поэтому берегите себя, помните о том, что за ваше психическое здоровье отвечаете в первую очередь вы. И психологическая зрелость наступает тогда, когда мы перестаем винить врачей, государства, окружающих, родителей и так далее. А берем ответственность на себя. Это говорил так Альберт Элис. Это будет самое лучшее время, когда вы перестаете винить действительно окружающих, президентов, родителей. Оль, позволь еще все-таки немножко поюморить. Я тут спрашиваю, Оль, что же было в банке? Ну как что? Анализы, вы же слышали, все было выслано. Это действительно анализы. Оль, на самом деле, да, на самом деле Оля рассказывает правду, что же в банке. В банке, ну уже раскрыт секрет, это была фанта. Причем мне пришлось сегодня сходить купить новую порцию, потому что вчера я репетирую этот эфир. Мой младший сын решил выпить, потому что ему было прикольно пить фанту из литровой банки. То есть вот все прям, знаешь, а вас не удивили, давай, Виталик, покажем обратную сторону мешков. Вас не удивили мешки, нет? Это мусорные, как оказалось, разного цвета, да, и передать их не получилось. Потому что в Украине они черные, а в России оказались синие, поэтому не получилось, да. И вот посмотрите, действительно, преград никаких не существует, да. Если Ольга находится в Киеве, я в Москве, и мы действительно подготовились, Оль, ну, три недели, да, у нас ушло на составление каких-то шуток. Мы действительно репетировали, подбирали мешки, подбирали какие-то стаканы, банки, склянки, то есть, посмотрите, все действительно возможно, невозможного нет. Да, поэтому помним, что мы складываем в наш сосуд жизни. Если этот сосуд наполнен какими-то важными, ценными вещами, вещами общения, ценностями, которые нас наполняют, если наши потребности удовлетворены, никогда не будет невроза. Потому что невроз это верхушка айсберга. По сути, это неудовлетворенные потребности. Это проблема внутреннего конфликта между хочу и должен. Хочу развиваться. Развивайтесь, не бойтесь. Не бойтесь оценки, как мы не боимся сейчас показаться в белом халате придурковатым врачом и придурковатым пациентом. Это тоже шаг вперед навстречу тому, что прорабатываем и социальную тревожность, и в момент того, что кому-то мы, конечно, не понравимся, кто-то, конечно, осудит. Да, Оль, но зато, понимаешь, когда мы готовились, мы даже изобрели небольшую шутку, и не сразу она материализовалась, когда Ольга говорит, слушай, я говорю, Оль, нас, наверное, заберут. Я говорю, ну, в одноименное название куда бояться попасть в сеневротики, это дурдом, сумасшедший дом. На что Оля не растерялась и сказала, Виталий, это же прекрасно, там все клиентуры, мы будем при вопросах. Вот я по-другому сказала, Виталик в прошлом маркетолог, то есть, ладно, я врач, да, там, клятва Гиппократа и так далее. Виталий говорит, нас же заберут в дурку. Я говорю, слушай, ну, ну, нормально, что делать? Он говорит, ну, там, в принципе, пациенты-то не нужны. Я говорю, слушай, а я твой маркетинговый план поняла. То есть, ты хочешь прийти в среду пациентов и там мы точно никогда не окажемся без клиентов. Поэтому, да, творите, создавайте, не циклитесь на песке, который является вашим неврозом. Циклитесь на более крупных камнях, на более крупных вещах, на более важных моментах, которые будут наполнять вашу жизнь, делать ее со смыслом, смысл только в том, что мы делаем. Я благодарю всех присутствующих на этом эфире. Я благодарю тебя, Виталик, за идею, за поддержку, за это безумие. Ребят, которые поддержали, которые слали сердечки, вот прям экран залит. Куча приятных слов. Это действительно очень приятно. Поэтому, ну, это то, что создает, в общем-то, наполняет нашу жизнь. Поэтому я вам тоже всем, каждому желаю наполнять ее тем, что для вас важно. А для каждого важно свое. Ну, позволь мне тоже завершить. Берегите себя, любите себя и будьте счастливы так, как вы того сами захотите. Оль, я тебя благодарю. Давай все-таки здесь подчеркнем и пойдем запишем в свои тетрадочки, да, что мы сегодня это сделали. Мы готовились три недели, мы это провели. Я надеюсь, отрицательных отзывов не было, я не следила за комментариями. Но, по-моему, судя по нескончающимся сердечкам, то есть так, Оля Виш предлагает в следующий раз мне тебя слушать. Но, увы, есть нормы, какие-то приличия и все-таки да. Тут пошли какие-то уже такие вещи. У нас были шутки, конечно, ниже пояса, но мы воздержались, решили все-таки оставить это за кадром. Но чувство юмора, конечно, наших подписчиков радует. Спасибо. Значит, мы на одной волне, это круто. Да. В театр юморин мы обязательно пойдем. Оль, спасибо большое. Пока-пока. Всем спасибо. До связи, да. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok